Столица Российской империи Столица Российской империи Кавказская война Фактически первая война колониального типа, которую вела Россия. И в связи с этим в российском обществе, особенно в передовых его слоях, возникли вопросы. Почему огромная Российская империя, только что отразившая поход объединенной Европы под руководством такого талантливого полководца и политика, как Наполеон и Бонапарт, в течение десятков лет не может справиться с творчею кавказских племен. Шамиль из аварского аула Гимры, выдающийся ученый и отважный воин, создатель демократического государства имамат, вождь национально-освободительного движения горцев Кавказа, четверть века противостоял могущественной империи. Осажденный в своей последней крепости на горе Гуниб в Дагестане, Шамиль принял предложение наместника на Кавказе генерала Борятинского. Имам вышел в Гунибе, чтобы спасти свой народ. Он стал его заложником и почетным пленником императора. С подвижником имама по его требованию была предоставлена свобода. Проститься с имамом выходили целое общество. Устилая дорогу коврами, люди плакали, целовали края его одежды и молили Аллаха сохранить Шамилю жизнь. Я был связан присягой своему народу, но теперь совесть моя чиста. Весь Кавказ, русские и все европейские народы отдадут мне справедливость в том, что я сдался только тогда, когда в горах народ питался травою. Шамиля сопровождались сын Гази Магомед и Тримюрида, Хаджияв, Тауш и Абдулла Магомед. На пути в Петербург Шамиля не покидали сомнения. Он часто поглядывал на компас, подаренный Борятинским. Не в Сибирь ли везут? Но реальность была иной. Его всюду встречали как героя. Встреча имама с царем произошла 15 сентября в городке Чугуеве, недалеко от Харькова. Александр подарил Шамилю золотую саблю и сказал, «Я очень рад, что ты наконец в России. Жалею, что это случилось не ранее. Ты раскаиваться не будешь. Я тебя устрою, и мы будем друзьями». 22 сентября имам прибыл в Москву. Шамиля поразило великолепие города. Но более всего то, что в Москве существовала мечеть. Мусульмане тепло встретили имама и совершили с ним торжественную молитву. Шамиль побывал в Москве, где встречался с Алексеем Петровичем Ермоловым. Благодаря политике Ермолова, собственно, и началась Кавказская война. На тот момент российское государство было связано с кавказскими народами, сетью договоров и соглашений. А Ермолов, проводя колониальную политику, эти договоры нарушил. «Мотивировал он свои действия тем, что горские народы своей свободой, вольностью и независимостью подают дурной пример народам России, страдавшим под гнетом крепостного права. И вот, как говорится, ирония истории. Человек, защищавший, освобождавший свою родину от иноземного нашествия, от Наполеона, сам оказался в роли колонизатора других народов». Имам старался держаться дипломатично, но не смог удержать нахлыновших чувств и упрекнул генерала в том, что он начал Кавказскую войну и поссорил народы, которые могли быть друзьями и надежными союзниками. Для одних пленение имама было исторической победой, усмирением варвара, для других — подавлением последнего очага свободы на необъятных просторах империи. Писатель Лесков, узнав о пленении имама, воскликнул. «Да как же Россия без Шамиля?» Шамиль пожелал встретиться со светилом востоковедения Мирзой Казимбеком, который тогда писал книгу о значении имама, его власти и достоинстве. Казимбек подарил Шамилю несколько манускриптов и пенсне, которые пришлось ему как нельзя кстати. Разумные русские патриоты не ненавидят Шамиля, не гнушаются имени его. Он был герой и состатель героев. В царском селе Шамиля приняла императрица Мария Александровна. Тогда же имаму было объявлено, что местом его почетной ссылки назначен город Калуга. Затем Шамиля повезли в Кронштадт, где он осматривал военные корабли и совершил прогулку на императорском фрегате «Штандарт». По возвращении в Петербург Шамиль посетил инженерный замок, где ему показали макеты крепостей и карты военных операций на Кавказе. Была здесь и карта Гимров, родина Шамиля. Пригласили Шамиля и на балет. На танцы полуобнаженных балерин Шамиль смотрелся с нисходительной улыбкой. Но прыжки из сальто-мортали султана привели имама в негодование. Такого оскорбления высокочтимого лица, хотя бы и балетного, он не ожидал. В императорской публичной библиотеке Шамилю подарили Коран 18 века, чем тронули его до глубины души. Там же Шамилю показали журналы и книги, включая иностранные, в которых имелись его портреты, весьма далекие от оригинала. В книге почетных гостей имам оставил автограф. Смиренный Шамиль вошел в эту палату 15 дня месяца Рабиуль Авваль, 1276 года, хиджры, 1 октября 1859 года. Рядом появилась приписка. И смиренный Гази Мухаммед, сын его, был с ним в это время. Посетил Шамиль и учебное заведение, где воспитывался его сын Джамалудзин, отданный заложникам при битве за Ахульго. Это было одно из главных сражений Кавказской войны. Почти трехмесячная блокада под артиллерийским обстрелом не сломила горцев. В обмен на обещание генерала Грабба отвезти в войска, Шамиль отдал в заложники сына Джамалудзина. Это был шанс закончить войну. Но генерал, желавший во что бы то ни стало взять Шамиля, чтобы загладить свой грех причастности к декабристам, нарушил условия перемирия. И война продлилась еще 20 лет. Чтобы вернуть сына, Шамиль пленил семьи князей Арбелиани и Чавчевадзе. Пленных содержали в Ведено, тогдашней столице Имамата. Переговоры шли долго, но обмен все же состоялся. Джамалудзин получил в России хорошее образование и стал офицером. Он убеждал отца, что Россия не такая, какой видится сквозь пороховой дым и чистокол штыков. Он тосковал по невесте, оставшейся в России, долго болел и умер от туберкулеза. Шамиль и сам хотел кончить войну, но каждый раз, когда Имам заключал мир, его нарушали. В Петербурге Шамиля опекал полковник Богуславский. В Калугу с Шамилем поехал штабс-капитан Руновский, назначенный приставом припочетным военнопленным. Инструкция о содержании взятого в плен Шамиля была не слишком строга, но был в ней и такой пункт. Установить нестеснительный, но бдительный надзор за Шамилем. Поезд довез Шамиля до Москвы, далее его везли в экипажи с небольшой охраной. У въезда в город его встретило местное начальство. Предводитель губернского дворянства Федор Щукин приветствовал гостя. «Мы чтим в тебе героя. Мы радуемся, видя тебя среди нас, потому что это даст тебе возможность узнать и полюбить нас. Несмотря на то, что еще не так давно ты видел в нас своих врагов». Дом, купленный для Шамиля в Калуге, еще не был готов. Шамиля поселили в гостинице Кулон, которую, как и в столице, осадили толпы любопытствующих. Когда Шамиль подходил к окну, раздавалась громкая «Ура!». Вольнодумцы видели в Шамиле создателя Республики Свободных Людей, а помещики опасались, что это второй Пугачев. Разве не Шамиль Ханов извел, а мужика с дворянином вровень поставил? Ветераны Кавказской войны, побывавшие в плену угорцев, кланились Шамилю, помня доброе к ним отношение. «Мы было и вовсе Кавказ к рукам прибрали. А как поставили они над собой Шамиля, так дело иначе пошло. Наполеона одолели, а горцев не могли. Они троньте, говорят нас, а кто сунется в горы – секир башка». В ожидании семьи, за которой отправился сын Газима Гамет, Шамиль осматривал город, а вечерами беседовал с приставом Руновским, который вел дневник. Когда дело касалось событий, на которые Руновский смотрел иначе, Шамиль говорил «Спроси не меня, спроси врагов моих, так ли было дело? Шамиль был предводителем народа, который так долго вел с нами войну, и притом войну народную». Следует ли после этого назвать Шамиля разбойником, руководившимся в своих действиях дикими инстинктами хищного животного? Или же он действительно герой своей страны, честно исполнявший свои обязанности, требуемые духом народа, нравами и обычаями его родины? Российское общество увидело, что так называемые «дикие горцы» на самом деле высокоразвитые и талантливые народы, сумевшие в кратчайшие сроки создать жизнеспособное государство, имамат, и выдвинуть таких великих полководцев и реформаторов, как Газима Гамет, Гамзат Бек и, конечно, имам Шамиль. Дом Шамиля обустраивался с учетом потребностей большой мусульманской семьи. Во дворе была построена молельня. Шесть комнат верхнего этажа поступили в распоряжение Шамиля и его жен. Еще одна была превращена в кабинет имама. В просторном доме нашлось место и для остальных членов большого семейства. Шамилю было назначено годовое содержание в 10 тысяч рублей серебром, но милости победителя – не самая желанная награда. Имам не находил себе покоя, пока в Калугу не прибыла его семья. Всего приехало 22 человека. Не было среди них лишь жены Гази Магамеда Керемет. Ее не отпустил отец, елисуйский султан Даниэл Бек, который сначала перешел на сторону Шамиля и выдал дочь за его сына, а затем предал имама. Шамилю рассказали, что на Кавказе говорят, будто он подвергается в России всяческим лишениям, и многие готовы явиться в Калугу, чтобы вызволить имама. Тогда Шамиль написал письмо своему Наибу Магомет Амину, второму Шамилю, как называли его в Черкесии, где еще продолжалось сопротивление. «Не пришлось злорадствовать моим недругам и завистникам, которые явились причиной моего пленения. Напротив, мне оказали почет и уважение в такой степени, что не увидевший своими глазами не поверит. Я здесь столкнулся со слухом, что твои пленные находятся в тяжелом положении. Если это ложь, то это и есть мое желание, а если нет, то необходимо тебе пленных содержать так, чтобы на тебя не пало порицание. Я не скрепляю письмо своей печатью, потому что она осталась в руках Амирхана, который изменил мне. Пропала не только печать. Когда Шамиль с последними верными мюридами уходил на Гунип, предатели разграбили его обоз с оружием, казной и прочим имуществом. Больше всего Шамиль жалел о своей библиотеке. Генерал Борятинский приказал разыскать книги Шамиля, что удалось найти, привезли в Калугу. Но книги, в которой Шамиль описывал свою жизнь, среди них не оказалось. Без Шамиля война не война, решил Магомед Амин и тоже заключил мир. Когда с прибытием семьи содержание его было увеличено, Шамиль сказал, «Я довольствуюсь малым. Дети мои должны добывать себе хлеб сами. Для них это будет гораздо легче, потому что я оставляю им наследство, какого не получил сам». Они – дети Шамиля. Руновскому было велено развлекать семью. Он купил инструмент и играл горские мелодии. Они посещали и цирк, пока Шамиль не разоблачил заезжего фокусника. Инструкция не позволяла пленнику уезжать далее 30 верст, но и здесь было на что посмотреть. Шамиля удивляли деревни, которые были беднее горских аулов и люди, не знавшие грамоты. Он спрашивал у Руновского, «Зачем царь воевал на Кавказе, если его крепостные так дурно живут? Разве не лучше дать им свободу, построить хорошие деревни и обучить мужиков грамоте, чем строить крепости в далеких кавказских горах?» Шамиль побывал во многих местах, посетил гимназию. В Хлюстинской больнице он нашел двух больных горцев и дал им денег. Щедрости мама стало известно. У его дома собирались нищие, всегда получавшие подаяние. Жены Шамиля по-разному отнеслись к повороту судьбы. Загидать тяжело переживала обращение из первой дамы Кавказа в жену пленника, хотя бы и почетного. А Шуенат, напротив, благодарила судьбу за наступивший покой и наслаждалась обществом своего мужа, которого прежде видела так редко. Когда-то она и сама была пленницей Анной Улухановой, привезенной из набега на Моздок. Она согласилась стать женой имама и не покинула его до последних дней. Магомед Амин, Наиб Шамиля, навестил имама. Радость встречи омрачали рассказы Наиба о том, что он видел в Турции, куда отправился после подписания мира. Многие горцы, не желавшие новой власти, уходили в Турцию, но там Мухаджиров ждала нелегкая жизнь. Турции нужны были воины, а не семьи переселенцев. Оставшиеся на родине черкесы еще надеялись отстоять свою свободу. Тем временем в России начались грандиозные перемены. Кавказ был для России своего рода второй Европой, где россияне столкнулись с свободными в своей массе народами и увидели, что крепостное право является тормозом для развития страны. Здесь уместно провести аналогию с «Титаником», который, наткнувшись на гигантский айсберг, получил пробоину и затонул. Также и российский феодально-крепостнический корабль, наткнувшись на Кавказские горы, получил серьезную пробоину. Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, когда оно само собой начнет отменяться снизу. Свобода, дарованная народу, пришлась Шамилю по душе. Его эпоха потому и длилась четверть века, что он был вождем свободных людей. Поздравляя с великим деянием, Шамиль писал императору, что если он вернет власть дагестанским ханам, покоя там не будет. От них одни беды и для горцев, и для русских. Вскоре ханства были упразднены, а управление осталось почти таким же, как при Шамиле. Некоторые его наибы стали наибами и при новой власти. Таков был результат Кавказской войны. Формально Шамиль потерпел поражение, но фактически он одержал победу. И он, и горские народы Северного Кавказа, и народы России стали другими после Кавказской войны. Россия стремительно менялась, но интерес к Шамилю не ослабевал. Газеты печатали истории жизни кавказского героя. В тайную полицию регулярно доставляли сведения, переписка имама копировалась. Под Калугой устраивались скачки, и сыновья Шамиля с удовольствием принимали в них участие. Уютный дом в спокойной Калуге не стал тихой заводью. Магомер Шапи тяготился бездействием и просил отца отпустить его на службу к царю. Он был принят на службу корнетом лейб-гвардии Кавказского эскадрона собственного его императорского величества конвоя и поселился с женой в Петербурге. Гази Магомеду разрешили поехать за женой. Власти признавали, что узы брака священны. Доводы, предавшего и царя, и имама Даниял Бека, начальство не убедили. Провожая сына и беспокоясь, как бы он не начал новую войну, Шамиль сказал, «Храбрым привет мой, трусам презрения, спутники даю тебе мир». Керемет была привезена в Калугу. За необычайную красотой ее называли «Роза Кавказа». Но цвести ей оставалось недолго. Шамиль с сыновьями был приглашен на высочайшую аудиенцию. Царствующее семейство хорошо приняло гостей и осыпало подарками. Тогда Шамиль обратился к царю с просьбой отпустить его в Мекку. Александр ответил, что исполнит просьбу Шамиля, но не теперь. Тогда же Шамиль посетил Петергов, где встретился с постаревшим генерал-фельдмаршалом Борятинским. Они вспоминали былое, уважая друг в друге достойных воинов. Больше всего Шамиль тосковал о родине. Не имея возможности вернуться, он отправил деньги в аул Ашильта, родину своей матери, чтобы отремонтировать там мечеть. Своё имущество, дом и землю в Гемрах отдал землякам с условием, что половина дохода будет тратиться на нужды сирот. В России назревало недовольство реформами. Крестьяне, освобождённые без земли, сочли себя обманутыми. Неизвестные наводнили город прокламациями с портретом Шамиля. Его называли истинным крестьянским защитником, освободившим народ от паучьего дворянского племени и призывали подняться против самодержавия. Следствие показало, что Шамиль к делу непричастен, но надзор решено было усилить. Либерального Руновского сменил подполковник Пржецлавский, который выставлял Шамиля опасным смутьяном и старался всеми способами отравить ему жизнь. Интриги нового пристава отошли на второй план, когда в семье Шамиля поселилось горе. Керемет так и не смирилась со своей участью. В мае 1862 года она скончалась. Муж похоронил её на родине. Затем Шианат родила младенца, который не прожил и нескольких часов. В том же году скончалась в Петербурге Аминат, жена Магомеда Шапи. Позже умерла от чахотки дочь Шамиля Написат, жена Абдурахмана. Похоронив жену в Дагестане, в Калугу он уже не вернулся. Домашний врач Кричевский полагал, что во всём виноват сырой климат. Летом для Шамиля снимались дачи. Эту в Перцево супруги Бекер уступили имаму бесплатно. Но главной и неизлечимой болезнью была тоска по родине. Семья несла утрату за утратой. У Лаврентьевской рощи образовалось кладбище, на котором упокоилось 17 человек из дома Шамиля. Из родившихся в Калуге выжил только Магомед Камиль, сын Шамиля Адзагидат. Шамиль усаживал сына на коня и возил по саду, называя его закоулки Гимрами, Ашельтой или Ведено. Весной 1864 года угасли последние очаги сопротивления в Черкесии. Длившаяся почти полвека Кавказская война закончилась. Сотни тысяч горцев искали убежище в Турции. Большинство мухаджиров были черкесами, но уходили и дагестанцы, и чеченцы. О бедствиях, сопровождавших этот трагический исход, писал зять у шейх Джамаладин Казякумухский, который последовал за мухаджирами, чтобы не оставлять их без духовного попечения. Эти известия глубоко опечалили Шамиля. Он считал, что горцы не найдут в Османской империи ни свободы, ни счастья. Шамиль оставался имамом, но чтобы вернуть горцев на родину, нужно было быть в Турции, а не в Калуге. Воинским начальником Калужской губернии был назначен Михаил Чичагов. Его жена Мария Николаевна была очарована имамом и написала о нем книгу. Шамиля признавали гением мусульманского мира, называли человеком добродушным, справедливым, щедрым на милостыне, бескорыстным до незнания счета деньгам, чуждым хитрости. Пржецлавский изводил Шамиля придирками, сеял в семье раздоры, распространял нелепые слухи. При произнесении фамилии Пржецлавского у меня темнеет в глазах и кровь приливает к голове, и я не отвечаю, что я в состоянии сделать с ним. По настоянию Чичагова было произведено расследование. В результате должность пристава была упразднена, а Шамиль признан ненуждающимся больше в постороннем советнике. Имам часто бывал в доме Чичаговых. Он любил играть с их детьми. Сыновей Чичаговых ждала непростая судьба. Леонид после героической военной карьеры стал священником. В 1937 году митрополита Серафима Чичагова расстреляли большевики. Церковь причислила его к лику священно-мучеников. «Уже не надеясь совершить паломничество к святым местам, Шамиль находил утешение в книгах и воспоминаниях». «Жизнь этого героя, так храбро и стойко выдержавшего 25-летнюю борьбу с могущественную Россией, полна изумительных эпизодов отчаянной храбрости, тяжких испытаний и лишений», писала Мария Чичагова. Александр II проводил реформу за реформой, когда Россию потрясла весть о покушении на императора. Покушение не удалось, но Шамиль пребывал в беспокойстве, пока не выяснилось, что сын его Магомир Шапи, служивший в императорском конвое, был в тот день в увольнении. Стрелял Дмитрий Каракозов, член тайного революционного общества. Имам выразил императору сочувствие. Как человек благородный, он хорошо понимал разницу между открытой войной и выстрелами такого рода. Шамиль уже сделался живой легендой и чувствовал, что книга его жизни подходит к концу. Но этой книге не хватало важных страниц. Приглашенный на свадьбу престола наследника великого князя Александра Александровича, он имел встречу с императором, который обещал вскоре исполнить желание имама о совершении хаджа. Неопределенность ответа, считал Чичагов, вкроется в статусе Шамиля, как почетного, но все же пленника. Вот если бы Шамиль стал гражданином России, то все могло измениться. Оказавшись в России, Шамиль многое понял. Он увидел, какой в России талантливый и свободолюбивый народ, и которому Кавказскую войну навязали его правители. Поэтому Шамиль завещал народам России и Кавказа жить в мире и дружбе, и принял российское подданство. Это было нелегкое решение. Шамиль оставался имамом своего народа, и судьба его была судьбой Шамиля. Он решил, что Дагестану лучше быть с новой, рвущейся к свободе России. Тогда свобода воцарится и в горах. Шамиль и его сыновья присягнули на верноподданство России. Беру на себя точно исполнить все поименованные обязательства и прошу Аллаха Всемогущего, да дарует мне телесную и душевную возможность сдержать данную мною клятву. Предводитель Калужского дворянства Щукин завершил торжество словами «О превосходный и совершенный имам! Поздравляю тебя и твоих детей, и желаю вам всякого добра от Аллаха Всевышнего и от людей. Он – владыка, оказывающий содействие. Аминь». Во многом благодаря Шамилю народы Северо-Восточного Кавказа остались в России и не эмигрировали на территорию Османской империи, что, к сожалению, произошло с большей частью населения Западного Кавказа. Процесс этот поощрялся черкесскими феодалами, которые, имея феодально-зависимых горцев, не хотели, чтобы те получили свободу, а предпочитали, чтобы они уехали на правах зависимых людей. Вскоре разрешение на паломничество было получено. Пребывание в Калуге подошло к концу. Путь в Мекку был неблизким. 70-летнему Шамилю разрешили переехать в более теплый Киев, чтобы поправить здоровье перед трудным путешествием. Рапорт о подготовке к переезду семейства Шамиля и вот текст этого документа. А дальше идут уникальные списки. Это, собственно, семейство Шамиля, которые должны были переехать из Калуги в Киев. Проведя в Киеве около полугода и получив заграничный паспорт, Шамиль отправился дальше. А вот уникальное дело, связанное с переездом Шамиля из России на территорию Османской империи, совершение хаджа в Мекку. Вот список лиц, живущих в доме Шамиля и желающих с ним ехать в Мекку. Магомед Шапи остался в Киеве. До Одессы отца провожал Гази Магомед. В Одессе Шамиль увидел памятник Воронцову. Бывший наместник Кавказа едва не погиб в экспедиции против имама. 19 мая Шамиль прибыл в Стамбул. Император пожелал выразить уважение к имаму особенным образом, и в Стамбуле его ждал русский посол с грамотой о возведении Шамиля с наследниками в потомственное российское дворянство. Но имам давно уже отрешился от всего земного. Душа его желала лишь одного — исполнение священной обязанности мусульманина — паломничества в Мекку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова